Всем привет! Какой же частный дом без бани? Вот и я думаю, частный дом, значит там должна быть баня, должен быть какой-либо гараж, чтобы поставить машину. Вот в принципе все радости частного дома. Ну и нет соседей, которые могут вас затопить. И коснемся напрямую бани. В бане сегодня я буду менять трубы. Они были выполнены из черного металла, а сейчас пришла пора их сменить на гофрированную нержавейку. Итак, давайте посмотрим, что же из себя раньше представляла эта система. Верхняя труба – это выход на бак, нижняя труба – это обратка в теплообменник. Теплообменник он встроен на газоотводящую трубу. Говорят, что они перегорают довольно-таки быстро, но сколько хватит, столько хватит. Когда перегорит, выкинем, зато эффективно он подогревает воду. Здесь у меня стояло все на анаэробном герметике. Тут эти все вещи я сам подваривал. Ну, ничего не текло через сварные швы. Давайте посмотрим, как же выполнено у нас здесь. Вот он сам бак. Этот резервуар. Здесь у нас работает обычный принцип. Вода поступает с подачи вверх и с обратки она идет вниз. Вот видим, да, частично полипропиленом. Эта фигня – это просто так, чтобы было. Здесь у нас подача холодного водоснабжения. Я выпустил таким образом. Открываем, она наполняется. Пусть это как-то сделано по-босяцки может быть, не очень круто. Но нам, я думаю, будет вполне хватать. Здесь же холодная водица. И сейчас я вам покажу, какого цвета у нас вода в баке. Весна счастливая, а столько красок ней подстарываю. Течет, течет ручей, течет ручей, бежит ручей. Будет меняться вот на такую нержавейку гофрированную. И латунные фитинги. Называются они у нас Лавита 20А. Для электриков это 20 А, а для сантехников это 20 диаметр по металлу. Строить не ломать, ломать не строить. Так, а сейчас я запакую одну из резьб. Я ее присоединю к крану. Берется резьба. Я, по крайней мере, делаю это так. Расчесываем. И возвращаемся назад. Затем прокручиваем. Все отлично. Берем унипак. Еще раз делаем прокрутку. Так, кран. Пристыковка Союз М. И дальше дело у нас заключается в том, чтобы просто скрутить. Ключ, конечно, у меня огромный. Но что есть, то есть. Уж лучше пусть будет такой огромный ключ, чем его не будет совсем. Затем у нас подходит сюда. И затем прокрутку делаем окончательную докрутку через ключи. В принципе, я уже и так ее закрутил. Все, этого достаточно. Лишний лен. Его можно просто-напросто обрезать. Что у нас не задействовалось. Обычным канцелярским ножом я зарезаю. Вот он наш лишний. Совсем-совсем перфекционисты могут обжечь зажигалкой, спичками. Кинуться в костер. И не будет льна совсем видно. Опа, и получилось у нас практически шикарно. Сейчас еще одну фигню подрежем. Подрезаем. Я для этих целей использую тряпочки. Потом, чтобы окончательно прочистить. Опа. И получилась чистая резьба. И получилась чистая резьба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует. Так, и теперь посмотрим. Вот у нас. Включаю воду. И чисто в бар. Надо еще будет намыть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok